И еще одна интернациональная кампания. Сотни народных умельцев со всей Беларуси, а также Украины и Литвы собрались в Гродно. Город принимает традиционный фестиваль-ярмарку Казюки. Праздник известен еще с 15 века и отмечается в честь святого Казимира, покровителя ремесленников. В городе над Неманом такую традицию возродили более 20 лет назад. Юрий Корнилович продолжит. Видите такие крючки? Сказывает всем мастер-класс традиционного белорусского ткачества. Приобщение маленьких детей к нашей культуре традиционной. Им это очень нравится, они занимаются с удовольствием. В этот день надо обязательно заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы даже подержаться, приобрести что-то, потому что этот день, этот день, когда у нас будет хорошо развиваться торг. Праздник народных умельцев Казюки общий для белорусов, поляков, литовцев, украинцев. Сегодня в соседних странах тоже проходят многочисленные фестивали и ярмарки, но мастерица из Вильнюса решила приехать именно в Гродно. Здесь тоже нравится, конечно, на поменьше ярмарка, но интересно, город красивый, так что еще будем завтра, послезавтра здесь немножко. Каждый может почувствовать себя народным умельцем. К примеру, кузнецы предлагают мастер-класс по изготовлению гвоздя. Отказаться от такого предложения я не мог. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Проводится фестиваль ярмарков в честь Святого Казимира, покровителя ремесленников. Именно с этого дня начинается новый торговый год у народных мастеров. Считается, что если товар продать 4 марта, весь сезон будет удачным. Юрий Корнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно.